В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкины состоялась ежегодная творческая лаборатория по декоративно-прикладному искусству. В этом году участники мероприятия смогли лично изготовить традиционную куклу тверских карел Мучо. Обо всех тонкостях и различиях с обычной куклой узнала Наталья Чекет. В истории России немало места отведено различного рода обрядовым предметам. Почетное место среди них всегда занимали куклы-обереги. Мастерство их создания уходит корнями в глубокую древность. Спустя время рукотворные персонажи начали украшать быт, радовали глаз и занимали детей. Среди карел, проживающих на территории Тверской области, также была распространена традиция изготовления народных кукол. Одни из них — кукла Мучо. Мучо означает кукла. Во втором значении в словаре карельских говров — это молодуха. Молодуха — это женщина, которая недавно вышла замуж. И так как девочки выходили замуж рано, они брали с собой кукол и доигрывали с ними. Как рассказала специалист, существует большое количество разновидностей кукол Мучо. Они похожи на привычных русских кукол, однако имеют свои специфические черты и особенности. Например, головной убор в виде шапочки. И очень часто у карельских кукол фартук. У русских это совершенно не обязательно. Но карельская кукла Мучо — это кукла, сделанная прежде всего самим ребёнком. Какая-то незамысловатая кукла для игры. Именно игровая. Сделать такую куклу очень просто. Для работы требуется всего несколько разноцветных лоскутков ткани и спички. Пополам складываем и скручиваем. Но сильно не зажимаем, чтобы кукла такая была не худая. В теле. Да, в теле. Насколько это возможно. Технологии изготовления традиционной куклы Тверских Карел Мучо относятся к нематериальному культурному наследию. Это понятие касается всего, что окружает человека. Верования, обряды, присказки и прибаутки и даже различные рецепты. Объект куклы Тверских Карел материален. Но мы изучаем именно технологию изготовления этой куклы. Такая кукла бытовала у Тверских Карел ещё в середине 20 века. До сих пор остались живы люди, которые в детстве от своих мам и бабушек эту куклу получали. То есть они являются носителем этой традиции. Помимо создания традиционной карельской куклы, для участников творческой лаборатории организаторы подготовили мастер-классы по изготовлению текстильной и игровой куклы. Мы берём с вами вот этого котика. И сейчас наша с вами задача приклеить вот это вот к платьюшку. То есть мы обрисовали, разрисовали, вырезали, наметили дырочки, где должны быть крылышки и ножки. По мнению организаторов, мероприятие – это возможность прикоснуться к ещё неугасшей культуре в Тверских Карел, узнать её традиции и особенности.